Всех витая, дорогие мои друзья, ближе к обеду едем в корейский ресторан. Мы на какой машине? На чьей машине поедем? Камал на твоей или Олег на твоей? На такси. Ой, маленький, на такси. Такси, который называется Камал, да? Олег, такси, вот так что ли? Вы такие высокие, а я такая маленькая. Такси сейчас едет уже, уже стоит. А что, мы пить будем? Конечно же. Любим, можно, теперь можно и пить, да? И пить, и жевать. Вы понимаете, сейчас такая молодежь, Олег не хотел ехать, еле я его уговорила. Потому что я острое не ехать. Раньше, ну, выберешь себе, не острое, не обязательно. Корейцы, как раз ехать, и не ехать, и кушать, и острое, так это смысл в твоих. Будем собачатином, собачатином. Да, корейцы. Собаку едят они? Да, они мы вообще сейчас на лифте за зрянием и будем стоять. Просидим в лифте, да? Обычно, знаете, раньше, когда мы были молодые, добрый день, когда мы были молодые, мы... Я уже здороваюсь вообще. Нам только скажи было, в кафе пойдешь, мы так радовались, мы так радовались. А сейчас молодежи вообще ничего не интересно в жизни. Я им говорю, давайте в корейский ходите, в ресторан или... Ну, это не ресторан, это такое, как кафе даже больше, понимаете? Перед... Забегалка. Вот так. Забегалка. Забегалка. Или кафе. Ну, зато... Или ресторан. Нет, ну, кафе. А когда нас вызывали, сказали, что тут ресторан. Бар, бар, бар. Мы пошли, как ресторан. В итоге забегал. Если бы я вам не сказала ресторан, вы бы не пошли. Поэтому... Кто-то по телефону разговаривает. Что-то это мутно, да? Или это мой телефон, или это мои очки, или что это? Извините, я вас протерла. Чтоб вы лучше видели. А на улице вышло солнце уже ближе к обеду. А давайте еще к Азизу заедем. Азизу заберем еще. Куда вы пошли? Смотрите, по сверху пошли. И все-таки решил, видимо, Камал. Потому что Олежкина машина там стоит. Как хорошо. Дожились до тех времен, что у моих племянников у всех есть машина. Да, до тех времен, что такси надо еще искать. Вот это берешь, так... Так что ты что-то не подъезжаешь к нам. Да, действительно. Мы машину ведем, ведем, ведем. Где машина? Где машина? Да не, надо добежать. Не, надо, чтобы на ничего не приснилось. На Подоле? Нет, сейчас на маршрутке снесу, потом на машину. На маршрутке поедем. Они какие у меня орлы, красавцы. Как мне с ними сейчас ходить, когда они большие. А я помню такие времена, когда они были вот такие маленькие. И еще из Нукуса приедут Камал Олег, бабушка привезет, наша мама. А еще Светланка Тарас, и я помню, а я Азиза беременная. И Людочка еще. Я иду, столько детей, говорит, одна женщина. А я сзади, давайте, сяду. Что вы не работаете? А садись поедем, будешь снимать дорогу. Да? Ладно. Говорит, будешь снимать, говорит, дорогу. Да что ее показать-то? О, много раз показываю. Ну, ладно, покажу. Ой, сейчас. Я одна бабушка, помню, или женщина, да. Такая женщина говорит, ой, сколько детей. Вы в такое время. Это 96-97 год это был, да. Говорит, вы в такое время отважили столько детей. А я с ними иду в зоопарк, они рядом со мной бегут. Все такие, мало-мало меньше. И так были, времена такие интересные были. А Камал с Олегом приезжали такие загорелые из мукуса. Маленькие. Сейчас нравятся времена, чем раньше. Чем раньше? Ну да. Дальше молодые были. Мороженое поштучно покупали. Одна штука в день. И радовались. А сейчас можно 10 штук. На всех, да? Да, да. А сейчас что не предложили, дети? Не, почему это? Я вам каждому покупала. Вы все такие довольны были. Я им мороженое куплю. Они такие довольные. И они, это как в сказке, да, было. Ну пусть такое мороженое не было, как здесь. Так, сейчас я буду, чтобы я тебе не мешала. Пусть и лед с водой. Лед с водой был, да, я помню. Ну да, он тоже надо. И ванилью, что ли, ванилью, что ли, было. Сахар, лед. Что ты, это, 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 это заедем, да? Да, давайте к Азизу поедем. Да ну пусть работает человек. Не, давай. Все отвлекает человека. А что, пусть поедем, у него сейчас как раз обед время. Сейчас я ему позвоню. Да нет, он нам не сможет. Как вам его поедет? Сейчас я позвоню. Мы же сам до вечера будем бухать. Бухать? А мы это, чуть-чуть, а он побежит дальше на работу. Он же не будет бухать. Все, едем к Азизу. Сейчас позвоню ему, правда, еще. А что-то гремит у тебя в машине. Я не понимаю, охренеть, вы такси заказали. Так, я, Олег, чувствую, что мы не доедем. Такси должно греметь. И по дороге развалится. Разваливается все. Надо было, Олег, на твоей машине. Другой такси брать. Своё, да? Да. Надо спустить сзади, как-то хорошо. Да, что случится у меня, не знаю. Я в прошлый раз был в Эстонии, не могут понять, что там стучит. Да? Пока не отвалится. Да, да, да. На старом череке тоже. Хорошая штука. Пока не отвалится, не приезжай. Такие говорят. Ну да, да, да. Ну, сейчас у тебя новая машина, конечно. Сейчас пока не стучит. К хорошему быстро привыкаешь, да, Камал? Камал меня здесь. Ну да, согласен, да. Телефон запахом будет. О, кстати, смотрите, плюс 7 температура. А что-то, блин, совсем тепло, да? Ага. Плюс 7, красота. В Киеве по городу сколько скорость можно ехать? Можно еще 70 терпимо, не штрафуют за 7. Не штрафуют, да? А так положено 50. А, положено 50. Как в Европе у нас сейчас. Я думаю, 60, когда я училась, то еще 60. Да, было раньше 60, стало 50. Сейчас по всей Европе тоже по городу 50. И с нами 30-40. Ну, там без знаки, где школу проезжаешь, там и так далее. Там миликспальный район, там 30 общий. Или по времени, там иногда бывает, что ездим 70 еще тут не штрафуют, а в 71-72 уже штраф придет тебе. Он плюс 3 и показала только что. И я тут что-то хотел. Сейчас же бы у нас сказали, что ездят такие машины, которые незаметные, как обычная машина. Ну, там есть радары и фотофиксация. И типа, если ты нарушаешь... Да ты что? И тебе приходит штраф. Я даже не знала. Да, есть такие машины. Ну, всего 4 штуки вроде сейчас. Ага. И люди сейчас, конечно... Ну, раньше, например, мы ездили, знали, где радар, да? Да, да, да. И тут, я знаю, ну, Олег, например, знает, что на окружной нету радара, он там сотку давит. Я шучу. Не знаю, сколько он давит. Знаешь, что... Олег всегда аккуратно ездит. 4 машины, значит, не страшно. Понимаете, дальше? Олег всегда аккуратно ездит. Я вот всегда люблю с Олегом ездить. Обещают 40 до 40. На Киев или на Сукраин? На Киев. На Киев. На Киев. На Киев. На Киев. На Киев. И все там гнали, и что-то там, или поворачивать нельзя было. И всех подряд кто там... И там она просто стояла, машина, и целый день вот эти машины, штраф, штраф, штраф. Они просто знали, где встать. Да, да, они встали где-то там, ну, я не знаю, или за превышение, или там за что-то, короче. Так их, говорят, и стояла машина, и там всех подряд там щелк-щелк-щелк. И нащелкала, говорит, на первый день 40 тысяч штрафов. 40 тысяч штрафов. Ничего себе. Это вообще... Ну, ничего, зато будут в следующий раз аккуратнее. Они ездят, ну, не работают, не нарушают. Не работают, да? Ну, как бы это, как повезет, значит, все равно люди... Надо где-то 400-500 машин на Киев. Нет, ну, на каждую улицу-то, да, нормально? Нет, так смысл, да, я не буду работать. Четыре машины, пять машин, я вообще по-моему не делаю. Я не знаю, короче. У нас люди больше любят нарушать, чем соблюдать правила. Ну, вот так вот потихоньку-потихоньку и приучимся. Ну, есть, конечно, кто нарушает это все, но сейчас уже я так чувствую, что больше стали аккуратнее ездить. Начали с 70 километров в час придерживаться хотя бы. Нет, потому что сейчас все на карантине. Но это еще не... Может быть и так, но еще, наверное, никто сильно так не распространено, наверное, никто не знает, знаешь. Ну, там. Я же когда первые штрафы поставили, я же тоже 1 мая, по-моему, начали. Я же получил штрафы. Да, да, один из таких из первых. Один из первых. Ты у нас первопроходец, короче. Первый числа веселый. Ну, я знал, что первый... Ну, я забыл, знаешь, она же когда, ну, ездил, ездил и забыл. Уже едешь, 80 там гонишь, а потом, блин, ё-моё, штраф пришел. Первого мая на Чоколовке, на Чоколовском бульваре, короче. Я думаю, бляха-моха, 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 бляха-моха. Азиз. Привет. У нас люди набирается, набирается. Азиз. Машина маленькая, а то сейчас... У тебя долго? Обед час у тебя или сколько? Час. Час. Короче, мы себе понаберем. А час, а час как мы ничего не успеем за час? Мы только закажем. Мы только туда доедем, час нам ехать. Дед Мазай и Задь. Ну, и что он вечером отработает-то? У него можно отрабатывать вечером. А, да? Конечно. Ну, что тогда до 8 будем гулять? Мы все начнем. Ну, что, согласен гулять с нами? Не. Слышишь, ты? Оставим давай его, да нафиг мы его взяли тогда. Ну, как это, как это? Мама переживает, чтоб сыночек поедал. Компанию портит все. Ну, сейчас подожди, мы придем. У тебя фамилия не обломывает случайно, нет? Обламывает тут. Мы сейчас приедем, а потом уже посмотрим по настроению. Понимаешь, сначала лучше заинтересовать человека. Я понял, понял. Ого, какой здесь спуск резкий. Ты что-то не ездила, что ты калочешь, что ты калочешь? Неа, первый раз. Ну, ладно. Да, Камал везет по таким улочкам, что непонятно. Знаешь, тут никто не катался. Только я один катался. Ну, там еще пара. А сейчас смотри, машина вереницами. Все, этот навигатор всем показал, что есть дорога, они тут дыркают и все. А тут воняло постоянно. Я не знаю, сейчас как, где там будет. Ага. Ну, это же центр, ты что. Ну, есть центр. Это как раз-таки не окраин. А окраин на Подолах. Дорога паршивая. Раньше как-то получше было. Сейчас ближе к весне и все тает вместе со скачетом. Вместе с дорогами, да. Да, да, да. Так все. Как-то раньше получше было. Так можно было. Как я был до 40 разогнаться. Сейчас 20 еду. Здесь смотри, какие балконы интересные. Мы еще экскурсию с зрителем проведем по Подолу. Это наш район еще и получше получается. Ну, наш-то новый район, а Подол-то старый. Еще и машина старая, да? Магазин это просто обычная. А что-то ржавая. Сказать, так выпускается. Сразу не говорю. Это такой бренд. Ясно. Машина превращается в трамвай. Едем по рельсам. Чудю-чудю. Какой красивый дом смотришь. А здесь передавай за проезд. А это же 1 плюс 1 тут же. Вот эта улица, где автовокзал. Автовокзал там улица. Ну, вот там и есть она. А на валах пенсибар показывают. А это значит другой пенсибар. Вон, Валой там, вот там же. Я не знаю, куда ты меня везешь. И доедем. Нет, пешком. Пешком пойдем сюда. Это ж Подол. Да, здесь очень сложно парковаться. Да, главное, чтобы нашу машину не забрали. Он полиция смотрит, что мы паркуемся. Или тут нельзя запрещен, алик не знаешь, не смотрел? Можно, да? Я всегда паркуюсь. Я на машине не знаю, когда ехать. А вот пешком знаю. Да. Где-то здесь. Тут Дашке надо было кровь сдавать. Тоже смотри, посмотри, как носка ходит, да? Видишь? То же самое. Дашка тоже стоит. Носки. Голый, голый. Ну, как холодно же, да? Ну, молодежь все так ходит, понимаешь? Ну, я смотри, у меня закрыто, видишь? Вот у меня как. Все закрыто. Сапоги по колено. И нормально. А я сегодня одела весенне-осеннее. А молодежь как подстреленные. Как подстреленные, понимаешь? Как подстреленные. Сюда-сюда, заворачиваем налево. Налево, мальчики. Что-то у меня сегодня... Вся съемка темная. Вся съемка у меня сегодня темная. Да? Да, против света все время. Так, подождите, я сориентируюсь сначала. Мы туда идем или не туда? Где? А, ну, значит, сюда. У вас ноги длинные, вы так быстро идете, что мне надо бегать. За мафией. Чтоб впереди вас снять. Не может быть, чтоб закрылась. Здесь, конечно, видите, сколько кафешек. Вот сюда. Или не сюда? Сюда-откуда дальше. Да-да-да, вот-вот. Тут же погромы были. Какие погромы? Да, мы всем показывали. Да? Почему? Полерно. Ты же говоришь, что погромы были. Вот-вот, точно. О-о-о, вот пальма. Как и краморова. Вот пальма. Я говорю, на валах находится. Нет, во дворах где-то. Ну, так а где? Это двор тебе. Вон, написано. Вежливалки. Балкон, смотрите, какой. Так, одеваем маски. А как мы кушать будем тогда? Ну, сядем на место, потом уже... Я думала, вон можно без масок. Так, одеваем, одеваем. Это знаешь, что ты заходишь в маски, а там уже можно и это, да? Да, сейчас подожди. А что ты думаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Почему шумно? Музыки нет, слава богу. А? А, есть, оказывается. Придется музыку убирать. Зачем маска тебе? Снимай маску и кама. Я не знаю, сказали же маску. Так уже дойти до места, а дальше уже можно снимать. Да. Мальчики себе выбирать. Здесь в стуле... Ой, смотрите, какая подушечка здесь есть. Интересная подушечка. Стул такой. Мощный. Смотрите, унитазы. Стульчики унитазы. Музыка. Детistäестaa. Е�� б pour selected... Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Сер sinners Нормально. Пойдет. Это лапша из муки или это тоже рисовая? Яйцевая. Яичная. Это традиционная лапша. Яичная. Яичная в другом. Это обычная традиционная лапша. Говори на Украсть. Здесь все свои. Говори на Украсть. Интересно. Это только салат, да? Нет. А здесь под низом ничего нет? Нет, ничего нет. Водоросли? Такого какая-то светлого цвета это водоросли. Ну да, какая-то. Она горькая, нет? Я попробую сейчас. Яичная. Ну, это будет честно как будто она такая... Сейчас я вот тут. Ты ходишь на пору. На пору? На пору, да? Угу. Ну выглядит так как на пору. Ну да. Ну оно и есть на пору, наверное. Вкусная водоросль. Ммм. Приятного аппетита. Это точно камала, да? Короче, все мое. Подтай. А что там? Мама, покажи камалу. Палочками будешь показывать, нет? Да. Давай. Они за мной не успевают, короче. Это камал зачитал, и мы несут, и несут, да? А мы сидим слюньки глотаем. У нас же ничего никак не делается. О, это пророщенный Маш. Да? Класс! Пророщенный Маш. Надо к тебе вот креветку съесть. Ага, бери этот как он. Кто у тебя там ящика приезжает? Ты думаешь одну тебе положить? Вапшу, бери вапшу. А здесь пробуй креветку тоже. Нет, нет, нет. Я не наемся, да? Да, мне больше не дадут. Креветочка, смотрите. Креветочка. Ух, порует как камал. Она горячая, наверное. Горячая, да. У нас получился мук-банг. Она какая-то жареная, ну... Олег, может ты себе закажешь такую? Я вам говорила, берите лапшу. Лапша должна быть вкусной. О, Олешкина еда пришла. Спасибо. Олешка красиво выглядит. Как ты говорила, что мало. Вот это принсьеж, ей нормально. Да. А это что, рис у тебя короткий? Короче, я вытянул палочкой, взял и говорит, нормально будет кушать. Угу. Так что у них какой-то болгарский перец. Что? Очень острый болгарский перец. Снялся, не просто над тобой. А по-моему неудобно. Бери вилку. Это потому, что они металлические, русские, да? Вилку дать тебе. Блин, капец острый. Острый? Да. А что там у тебя есть? Короче, макароны. Ну, я не пойму. Я вообще в еде не очень сильно разбираю. Я его ем, да? Ну, вкусно? Ну да, прикольно. Диети. Острый перец, смотрите сколько. Раз, два, три такие. И зелень, и фасоль, и что-то я еще не знаю. Не пойму, что еще там у тебя. Да, я попробую. Я не знаю, это макароны, или макароны не пойму. Да. Макароны? Да. Макароны с рисом, может быть. Угу. Ну, как они? И пробуйте у Олега тоже. Рисовое ловше. Рисовое? Угу. Потому что они липкие какие-то. А, значит это рисовое, правильно? Они так жуются дольше. Угу. 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 Так. Ну, я осталась сегодня без еды, я чувствую. Острое? Горячее. А, горячее. Ну, аппетитно так вообще. Так аппетитно выглядит. Какой класс. А это же у тебя еще там не рыбающий что ли? Ананас. Ананас. Угу. Это у тебя с мясом или с рыбой? С рыбой. С рыбой. Да. Интересно, у кого самое вкусное блюдо? У меня. У тебя. Все три блюда были у меня. Потому что я много взял. Ха-ха-ха-ха. По количеству, да? По количеству, да? По ям с рыбой. О, спасибо. О, приехала моя. Тоже вам? Тоже вам? Ха-ха-ха-ха-ха. Тоже вам? Тоже вам? Сейчас покажу. Ха-ха-ха-ха. На лапте рёд? Да. А, вот эти ракушки, да? Да. А это услицы там что ли? Нет. Том-ям. Том-ям. Надо быстрее вкус тогда. Да. Смотрите. Смотрите. Том-ям вот с таким еще, с таким грибочек, короче, говорите, какой-то. Гриб. Том-ям. И еще мидии. Вот мидии. Вот еще. Обожаю этот суп просто. Ммм. Я и Тамара обожаем суп том-ям. В каждом кафе готовят по-разному. Возле нашего дома тоже делают. Там где, как это называется, кафе, вот мы ходим там. Там по-своему, здесь по-своему. Мне этот очень нравится. Особенно вот эти грибочки. Вот, кстати, и зацепилась еще. Смотрите. И правые. Очень вкусно. Еще кунжут добавляешь. Эти грибочки это просто что-то с чем-то. Главное, чтобы имбирь не укусить. А еще есть вот креветка есть. Секунжут закинул. Привет. Кстати, мне можно. Что, ты будешь? Жареное мороженое. Еще одну лапшу. А, жареное мороженое. Олег с Азизом заказали себе еще жареное мороженое. Да, жареное. Просто вкус. И рыба еще есть. Рыба. Вкусная, да? Скажи мне. И не острая. Вообще. Какой-то выпал фигню. Не острая. В этот раз мне повезло. Очень много этих грибов. Таких. Рыцакие, да? Ммм. Тебе. Башиба. Крибу. Крибу, хочешь? Внешне нельзя жареное. Попробуй скажем. Нет. Нельзя. А я тут дам. Мне нельзя жареное, Олег. А я тут дам. Атешка, Каман, попробуй, а как у тебя есть? Короче, поймал внутри. Как его? Видит. Видит. Я думаю, устрицы такие. Эти надо ехать. Я думаю, его кушать надо. А он не жуется, а козы их надо выкидывать. Я ж не знал. Теперь расслеживай. А вот моя, смотри. С тарелки, может, не все надо было есть, а я все сожжал. Там лимон был и лимон съел. Каман, говори культурно. Да смело. Не такой уж острый, слышишь? Я думаю, острый. Здесь 36 ингредиентов должно быть. Есть, а? Или 32, да. Вообще не острый. Я думал, там будет аж, аж. Это шпажа какая-то, что они прошевываются. Ага, может, кальмар попал? Кальмар, пизня короткая. Это имбир. А кальмар был мягкий. А это имбир. А что, имбир нельзя есть, да? Можно, если тебе понравится? Он, я бы не волнуют. Ну, конечно. Не спрашивайте. Кальмар хороший. Вкусный. Вкусный. Видите, тум-ям не жирный. Немножко есть и немножко остренький. Как раз то, что надо. А это бамбук, оказывается. Я бамбук желаю. Оказывается, это не имбирь, а бамбук. Да. О, покажи мороженое. Жареное мороженое. Вы когда-нибудь ели жареное мороженое? Посмотрите. У меня сейчас есть. Угу. Красивое какое, а? Жареное мороженое. Ой, потихоньку так скажу. Ой, 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 ой. Надо было сверху есть. Ну, Олежке покажем. Мороженое. Сверху надо колупать. Как тебе? Да, надо правильно кушать сверху решать. А что, мороженое внутри? Я ела и забыла уже. Мороженое внутри? Ну, снаружи они чем-то сделали. И бамбук. Как это называется? Как коржик такой. Не понятно? Как вафля, может? Ну, вафля, я не знаю, но она странная. Не просто вафля. Ну, интересная. Конечно, она какая-то интересная. Сейчас Олежке принесут, он и покажет. Сейчас Олежке принесут мусичек. Сверху. Сверху. Ну, Олежка, давай покажем. Сверху. О, Олежкина поближе вам покажу. Какая красота. Шар облитый. Ты уже предвкушаешь, как ты его будешь кушать? Я уже наелся, но это уже переедание пойдет. Да? Слав не отдаем. Я с тобой могу поделиться сейчас. А это апельсин внизу, да? Угу. А ну давай, Олежка, чтобы потекло, мы покажем. Нет, я буду так, аккуратно сверху. У меня лайфхак. Ой, наоборот красиво, когда течет. Как оно растечет, а так я... Ммм, сладкая и холодная. Да? Садкая и холодная. Горячая и холодная. Жареное мороженое. Садкая и холодная. Садкая и холодная. Матикла, ой-ой-ой, прорвало. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прорвало. Плотину. Ой-ой-ой. Камал, помогай, ложку берите. Камал, помогай. Держи. Он еще не поел. Да, в сапоге тоже есть. Томьян накидал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот как были в детстве так... Ну давай, расскажи свои впечатления. Такие. Сейчас выросли это. А пища на молочную как-то не похожа. Как ты берись с кожурой. А чё ты продыряй его? Дай ему сапогу. Ну говори, что плотину прозвало. Удаляй. А ты все хочу. Спасибо. Удаляй. Стоит с этим то, что вы пожелали. Это был не волнушо. Это вы съели один вонграсс, который не съел вонграсс. Ха-ха-ха. Он чисто для вкуса, для аромата, для... Я ем что-то просто не хорошее, но ем что-то не хорошее. Главное, что вам понравилось. У меня эта штука еще понравилась. Главное, что вам понравилось. Спасибо большое. До свидания. Вам тоже. Удачи. Фух, наелись, да? Я не знаю, как камалу, но я наелся от пузова. Хорошо, я хоть дома колбасы поел. Мне понравилось еще. Видишь, а ты грузинское хотел. Мы же уже в грузинском были много раз еще пойдем. А тут хоть что-то новое, интересное. Подороже, чем грузинское. Ну, немножко. Грузинское это цветовое. Да нет, вот пойдем и ты посмотришь. Сравним, да? На 4. На 4. На 4. Грузинское не будет дороже, я думаю. Да нет, ну смотря что брать. Смотря что брать. И вот пигоний сожрал. Это все на одного человека, а одно блюдо должно быть. Тогда нормально. Азиз, как ты? Понравилось тебе? Мне нравится корейская еда, поэтому я такой. Понравился. Спасибо, тетя Люба. На здоровье. Прогуляла нас. Мои мальчишечки. Спасибо. А мы еще не хотели идти. Еще не хотели идти, ели я их упросила еще. Я же говорю. Хорошо еще и к Азизу заехали на работу. Забрали. Сейчас поставим его обратно туда же, откуда и взяли. Положи где взял, да? Положи где взял, да. Работай дальше. На Подоле, смотрите, какие красивые дома. Я бы сейчас, конечно, и по Подолу прогулялась бы. Смотрите, какие красивые дома. На Подоле в основном вот такие низкие дома. Это район Подол. Сейчас уже начали высотки строить. А вообще они все были вот такие низенькие, невысокие. Сейчас, конечно, здесь машин очень много. Но это старый район. Должен был быть тихий старый район. Но он сейчас не тихий, но красивый. Я люблю Подол. Как Киев без Подола. Песня такая есть. Знаете, очень себя хорошо чувствуешь. Особенно, когда ты своим близким и родным делаешь и знакомым тоже делаешь что-то приятное. Наелись, напились, как поросята, да? Да. И это хорошо. Ну, смотря кто. Тут автовокзал. Мы не напились, кстати. Да, есть автостанция его написана подол. Есть еще автостанция, да? Написано. Опять превращаемся в трамвай, да? Да. Трамвай на трамвае. А это новый дом построили, что ли? Не было же этого дома. Реставрировали, да нет или не было. Типа старые. Ну, новые все дома. Столько много новых домов построили. Да? Ну, давай поедем, посмотрим. Давай? Давай. Ну, все, давай, погнали. Да, посмотрим дом вот этот посмотрим. Красивый тут поснимаем, да? Ну, ты же все дороги знаешь. Только для того, чтобы дома поснимать. Для зрителей. Потом вернемся назад. Камам молодец. Вот подписывайтесь на его канал. Он всегда старается для зрителей показать что-то интересное, познавательное. Смотри, ты дома покажешь, что-то меня покажешь. Я с удовольствием, чтобы дома где покажешь. А, понятно, понятно. Первая передача ничего не тяжело. Первый поставил. Вум, вум, вум. Я сейчас дрым, дрым. И пошел, пошел. И что, разгоняться можно? Осторожно, да что? Старый дом, смотри, какой старый дом, да? Ну, да. Поснимать, а мы постоим тут. Да не надо поехали, потому что где тут стоять? Улица узкая. Ясно. Вот почему ты не делаешь людям такие обзоры красивые? Вот это новые, видите, дома такие. Вот у меня, видишь, как хорошо появился оператор. Теперь он может показать. Я вот езжу, где можно поснимать шоу. Да. Видишь, тут один из таких самых дорогих элитных районов считается. Тут внизу подол, а сверху частный дом. Да. Та-да-дам. Та-да-дам. Вот этот красивый дом. Тоже так построен красиво. И еще строят. Ага. Ну, конечно. Здесь один квадратный метр земли стоит. Все, тут тупик мы возвращаемся назад. Мы же отсюда приехали вроде, не? Не. Да. На каркешке да здесь. А я тут давно не ездил, просто не знаю даже. Ага. Старинный дом тоже. Ну, уже все развалился. Ага. Это, видимо, еще так, да, старый такой. Ну, знаете, да вон, наверное, старый пока что. Это школа, наверное, я так думаю. Да. Тут школа есть. Тут сочетание старых и новых домов. Да что, едем во Львов сейчас прям все? Это улица Лукьяновская. Начинается. Лукьяновская? Да, вот. Справа у нас мечеть. Камал уже все улицы знает. Справа мечеть. Сейчас покажем мечеть, кстати. Вон, да, красивый такой. Значит, тут все заброшенное было, а сейчас немножко... Вот этот дом тоже красивый. Я даже не видел, что этот дом построился. Видишь, как быстро его построили, да? Раз забор стоит, потом раз забор убирается и... Балконы колонны, типа. Ага. Мини-колонны. Ага. Вот, сейчас покажем вам мечеть красивую. Ага. Вот, мечеть. Экскурсия еще. Можешь зайти, спасибо. Мне когда Азизу на работу надо. Я специально приеду и сделаю видео, да? Ну, ладно. Спасибо, что ты показал, где она находится, потому что я в другую мечеть ездила. А, ну вы ездили на Дегтяревскую, да? На Дегтяревскую, да, ездили. Может, не дает снимать? Не дает снимать, да? Нет. Ну, как такое... А, Олег, это мы с тобой ездили, да? Да, да. Мясо покупали. Да, да, да. А это что за здание? А я не знаю. Тут милиция какая-то, тут полиция всегда была. Я не знаю. Вот МВД, наверное, видишь? Видишь? Киев, с какой страны не поедешь и даже что-то новое увидишь. Смотри, что написано, не знаешь? Почему я люблю... Почему я влюбленный в этот город, да? Еще и сегодня погода классная. Солнце вышло. Видите, все внизу. Видел? А вот впереди церковь, да? По всяким этим дебрям. Да, ты знаешь все улицы уже. Раньше, помнишь, когда ты приехал, знала я в основном все улицы. Я чуть Люба только слышала. Тетя тут направо, а тут налево. Я как чуть Люба говорил, но чуть Люба, был навигатор. Да, да. Навигаторов тогда не было и не знаешь как ехать. Тетя тут налево, а тут направо. На Подоле оно так разбиралось, я был в шоке просто. А когда ты новенький, на Подоле, знаешь, оно кажется все одинаково. Да. И линии эти трамвайные. А балонь тоже всегда кажется что все круги одинаковые. Да, да, балонь тоже кажется все круги. Олежка всегда путает. А сейчас уже разобрался и так далее, смотри, покажи. и вниз туда ух ты блин куда я заехал обалдеть катаемся сделали тут не было машины не не развернется можно в какую село заехали вот такой страшный я вам покажу ничего скоро здесь еще выкупать за миллионы это земля кстати они стоят миллионы чтобы знали да она согласен насчет потому что цены бешеные скоро это все уберут и будет за каждый метр тут борются поэтому они не строятся борьба война идет каждый хочет лакомый кусочек мы вам покажем ким такой которые не видели зимой хорошие туристы тут зимой блин вот бывает вот здесь вот здесь вот и подъем такой и скользко знаешь и вот тут аварии тут по центру налево надо поэтому повернуть смотри 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 ой 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 смотри не пропускает но пропустишь едете а у него номер вообще заляпанный так нагло идешь и все понимаешь пол корпуса закрыл этим закрыл и все и тогда пододеваются вот это дома на ауттошмитта уже обратно приехали но тоже здесь мы уже с вами были здесь тоже какая-то высотка построена новая все пока пока здесь работа побежал опаздывает или домой смотрите уже 4 градуса тепла в двери не вмещаемся на кто-то слишком узкие двери кто-то слишком много есть расслабуха чай чай тетя дома чай олешка только что сказал что он не хочет чай пить а уже оказывается хоккей можно в туалет сходить и это продолжить продолжат